Друзья, всем привет! И мы продолжаем игру Черепашки Ниндзя Легенды. И сегодня у нас испытание День Дони. По моей просьбе, двое подписчиков только написал ли составы именно для этого состязания. Это Павел Жуков и Анна Нятопчик. Вот сегодня я возьму их составы, возьму в шестой и седьмой эпизод. Ну что же, ну а пока, друзья, начнем тем, что у нас есть. Давайте-ка, друзья, для первого боя я протестирую героя Железную Голову. Вот этого робота, которого создал Дони в мультсериале Черепашки Ниндзя Легенды. Ну что же, посмотрим. Итак, друзья, давайте-ка сразу же атакуем вот ракетами. Ракетный удар Железной Головы и первая волна Смитина. Супер! Вот, к сожалению, больше не будет у нас массовых атак. Тем не менее, вот огнеметом воспользовался Железная Голова и выбивает Эйприонил. Неплохо! Кроме того, друзья, давайте-ка воспользуемся особой способностью Железной Головы. Вот, оскорбление оскорбляет врагов, привлекает к себе внимание. Вот, пульверизатор то же самое делает. Ну что же, месть наша будет жестока. Железная Голова наносит удар и есть. Пульверизатор выбит. Осталось две крысы. Я думаю, проблем не будет у нашей Железной Головы справиться и с этими монстрами. Вот так, супер! Ну что же, замечательно, друзья. Переходим к третьей волне. Вот и у нас обновилась способность Ракетный Удар. Ну, вначале давайте-ка я поджарю до низ мультика. Вот, хотя как-то не очень хорошо. Вот создание подняло руку на своего Творца. Итак, Ракетный Удар Железной Головы и враги вывиты. Супер! Ну что я скажу, прикольный, классный, необычный герой. И мы переходим, друзья, с вами дальше. Итак, первый эпизод пройден. Наша добыча Донателла из фильма. Вот, здорово! Итак, следующий эпизод. А для следующего эпизода давайте-ка, друзья, я пока буду брать положительных героев. Вот возьму я Доктора Роквелла и посмотрим, как он справится. Итак, Доктор Роквелл идет в атаку. Вот, посмотрим, удастся ли ему. Вот, при помощи кинжалов Саи, вот кинжалы, мечи все метает и просто сметает первую волну. Было здорово. Вот, к сожалению, массовой атаки больше нет. Значит, будем, друзья, пока идти в защиту. Итак, воспользовався психопузырем, Доктор Роквелл создает дополнительную защиту. А вот теперь, друзья, он будет, вот, играть против самого себя. Итак, Доктор Роквелл атакует Доктора Роквелла. Необычный удар, вот, без проблем выбивает. Еще и навесил цепи. Если бы враг был вжил, он бы выжил. Отлично, продолжает атаку Доктор Роквелл и своими лапами запинал беднягу железную голову. Атакуем, вот, роботов Крэнга и добивает, опять же, Доктор Роквелл. Ну что же, довольно-таки легко справились с первой волной. Переходим ко второй. А здесь, друзья, уже довольно-таки серьезная кампания. Вот Дони Ролевик, Дони Ведения и Дони Комсмос Плюс, роботы Крэнгов. Давайте-ка, друзья, прокачаем защиту пока. Дополнительная защита нам не помешает. Вот появилась и скорость, а вот теперь массовая атака. Итак, Доктор Роквелл метает кинжалы, мечи и выбивает третью волну. Хороший бой, хорошая битва и мы идем с вами дальше, вот, к следующему эпизоду. Итак, друзья, давайте-ка, есть хорошая награда Донателло из мультика. Вот сейчас будем сражаться за награду ДНК Донателло Ведения. Ну что же, друзья, вперед в атаку. Итак, друзья, кто у нас положительных героев остался? Осталось Эйприл Анил и Пульверизатор. Друзья, но недостаток, у них нет массовых атак. Вот стоит ли их двоих брать? Ну, давайте-ка, друзья, посмотрим, как они вдвоем справятся с вот третьим эпизодом. Итак, вперед, друзья, в битву и посмотрим, что из этого получится. Итак, Эйприл плюс Пульверизатор. В атаку идет Пульверизатор. Вот так. Здорово наносит удар и выбивает Таракана Терминатора. Неплохо. Эйприл Анил ударом разума опять же выбивает Терминатора Таракана. Вот мощный удар. Супер. Враг побежден. А теперь давайте-ка посмотрим, что же может делать Пульверизатор. Итак, он может прокачивать атаку нашего отряда. Вот с забавными движениями флага. Неплохо. А дальше уже атакует врага Эйприл Анил. Вот метает Виггер и выбивает монстра. Робота Крэнгов. Отлично, друзья. С первой волны справились. Переходим ко второй. И здесь уже подключается Пульверизатор. Оскорбляет. Вот дразнит врагов. Отлично. А Эйприл пытается выбить вот таклона Эйприл. Эйприл между собой сражается и наша выбивает вражескую. Здорово. Вот человек Грипп пытается что-то сделать. Ага, друзья. Он прокачал вражескую атаку. Это уже не очень хорошо, но я уверен наш отряд справится. Итак, супер. Пульверизатор пытается сбить Макмена. Мощный удар. И Макмен выбит неплохо. Вот Эйприл пытается выбить человека Гриба. И это ей удается. Здорово. Ударом руки и ноги Пульверизатор выбивает Белкоида. А Эйприл решила подлечить себя и Пульверизатора. Пульверизатора. Здорово. Ну что же. Вот наши герои уже как бы справились со второй волной. И мы переходим к третьей. Итак, давайте-ка посмотрим, что здесь. Ага. И так, друзья. Опять же Троедони. Фильм, мультик и оригинальный. И вот у оригинального видели, друзья, зеленый треугольничек. Есть повышенный урол и Эйприл Анил без проблем его выбивает. Пульверизатор пытается выбить Дони из фильма. И это ему удается. Неплохо. Эйприл метает веер. И интересно, сметет ли. Да, друзья. Выбивает беднягу Дони из мультика. Ну что же, друзья, скажу. Хорошая победа. Хороший бой. Вот празднует уже Пульверизатор. Подожди, Пульверизатор. Варак еще жив. И Эйприл пытается выбить робота Крэнгов. Есть. Удалось. Ну а последнего, если ничего не изменится, выбьет Пульверизатор. Он вместо того, чтобы атаковать, танцует. Что ж ты делаешь, Пульверизатор? Удар ноги. И Эйприл выбивает последнего робота Крэнгов. Ну что же, замечательная победа на три звезды. И мы получаем ДНК Донателла Видения. Да, есть. Супер. Ну что же, друзья. Друзья, вот четвертый, пятый мы еще с вами сыграем. А дальше уже пойдут составы от подписчиков. Итак, друзья. Закончились у нас положительные герои. Появляются негативными. И давайте-ка, друзья. Я возьму Тигринова Когтя. Вот. Опять же протестируем в его бою. Вот так здорово бежит. Кстати, друзья, хвост ему обрубила Алапекс, его сестра. А Тигрин и Коготь пробуют использовать свой лазерный пистолет. Массовая атака и первая волна сметина. Супер. Бежит ко второй волне. А здесь, друзья, уже нужно поработать мечеты. И Тигрин и Коготь, и мечеты пытаются выбить пульверизатора. Хороший дар. Пульверизатор выбит. Неплохо. Отлично. Доктор Роквелл пытается вот сработать телекинезом. Вот мутировавший человек грипп атакует. Ну, а наш Тигрин и Коготь атакует все же Доктор Роквелл. Они останавливаются. Есть Доктор Роквелл выбит. Вот пытается что-то сделать еще этот робот Крэнгов. Ну, а пока вот здорово справляется Тигрин и Коготь. Мощный удар лапами. Есть робот Крэнгов повержен. Вот удар лазерным пистолетом. Выстрел и очередной терминатор Таракан побежден. Переходим, друзья, к третьей волне. Вот встречает куча Дони. И первым делом наш Тигрин и Коготь выбивает космического Дони. Вот не дал ему воспользоваться метеоритом. Супер, хотя классический Дони тоже довольно-таки непрост. У него две массовые атаки. Вот его вторым пытается выбить Тигрин и Коготь. Удар когтистыми лапами. Дони ведения прокачивает атаку. На это уже, друзья, не имеет значения. Тигрин и Коготь выбивает его морозным пистолетом. Морозным лазером. Ну, а остальных роботов Крэнгов уже нет проблем. Наш Тигрин и Кровать просто засорапает своими лапами. Вот так. Супер. Кстати, обновился еще был вот лазерное оружие массовой атакой. Супер. Ну что же, друзья, неплохая победа, хороший бой. И мы идем с вами дальше. Итак, вперед, друзья. Вот двигаемся с вами. Вот уже на пятый эпизод. И для пятого эпизода, друзья, давайте-ка я опять же возьму вот кого-то из врагов. Возьмем-ка, друзья, вот тех, кто у нас остался. Бакстер Муха, Бакстер Стокман и Мутагеноид. Кстати, Мутагеноид это пульверизатор, на которого попал Мутаген. Кто смотрел мультик, тот в курсе. Ну что же, вот такой вот необычный состав. Давайте-ка пойдем и посмотрим, что из этого получится. Итак, четыре волны. Четыре волны в этой битве начинает бой Бакстер Муха, метая вот какой-то химический реактив. У врагов есть преимущество. Ну что же, замечательно. Итак, Бакстер Стокман выпускает ударную волну и сметает вот первую волну врагов. Супер. Переходим ко второй волне. И здесь уже Бакстер, это у нас Мутагеноид ударами лап, вот сметает вторую волну. Что же, это было здорово. Переходим в третий. А к третьей, друзья, у нас есть уже Бакстер Муха пытается выбить Эйприл. Вот не удается. Ничего страшного. Бакстер Стокман выпускает Маусеров. Итак, друзья, массовыми волнами удалось нам довольно-таки здорово снести три волны. Четвертой, друзья, уже это не получилось. У нас закончились массовые атаки. Тем не менее, Мутагеноид атакует Донателло классического. Супер. Выбил. Вот Бакстер Муха пытается что-то сделать из мультика. Ничего не получилось. Но я думаю, Бакстер Стокман вот ракетным ударом должен выбить Донни из фильма. Есть. Супер. Продолжает атаку Мутагеноид. Метает потными руками и выбивает Донни из мультика. Ну что я скажу, друзья, хорошая победа, хороший бой. Бакстер Муха еще подлечивает наш отряд. Вот Мутагеноида, кроме того, появилась еще дополнительная защита, что тоже радует. Вот пытается Донни оригинальной что-то сделать нашему отряду. Тем не менее, победа за нами. Вот остался только оригинальный Донни. И Бакстер Стокман не сумел его добить. А вот Мутагеноид добивает. Вот великолепно, великолепнейший бой. И мы, друзья, переходим к шестой волне. И я беру состав от Павела Жукова. Вот попросил, друзья, он взять на день Донни Мутагеноида. Давайте-ка, друзья, я сейчас соберу. Итак, Мутагеноид есть. Вот Бакстер. Роквелл, тигринный коготь и железная голова. Вот не уверен, какой Бакстер, доктор Роквелл, тигринный коготь и железная голова. Ну, вот такой вот интересный состав. Мало, друзья, конечно же, героев для этого испытания, я считаю. Но вот такой вот интересный состав получился у подписчика. Давайте-ка посмотрим. Вот насчет доктора Роквелла не уточнил, какой. Поэтому, друзья, я взял... Вот, прошу прощения, не доктора, а Бакстера Стокмана. Не уточнил, какой подписчик. Поэтому, друзья, я взял Бакстера Стокмана. Ну, что же, начинает бой. Вот тигринный коготь. И, друзья, начну я с массовой атаки. У врагов есть уклонение. Поэтому удары могут проходить мимо. Нет, не видите, не прошли мимо. Вот тигринный коготь без проблем выбил их всех. Хотя у них было уклонение. Супер. А вот сейчас давайте-ка обезопасим себя. И доктор Роквелл благодаря пси-пузырю прокачивает дополнительную защиту. Неплохо. Вот наносит удар разумом и выбивает человека гриба. Здорово. Мутагеноид при помощи ладони пытается выбить очередного врага. И это без проблем удается. А Бакстер Стокман выпускает маусеров. Вот, супер. Ну что же, со второй волной тоже, шутя, наши герои справились. Переходим, друзья, к третьей волне. Вот, в третьей волне уже есть довольно-таки серьезные противники. Видите, и Эйприл Кунаичи с шнигами. Вот еще пульверизатор. И огненная, вот, железная голова пытается поджарить Эйприл Кунаичи. Не получилось. Тем не менее, вот, тигринный коготь при помощи морозного пистолета выбивает Эйприл. Здорово. Попытается делать, что это Человек Гриб. Ого. Даже вот так идут здорово атаку. Но Доктор Рокл метает мечи, кинжалы и другие колюще-режащие оружия. Супер. Ну что же, довольно-таки серьезный урон, но враг еще цел. Ненадолго. Мутагеноид ударом лап вот выбивает оставшихся врагов. Замечательно. Итак, друзья, переходим к четвертой волне. И здесь целая куча Донателл. Но для них есть сюрприз, друзья. Вот Бакстер Стокман выпускает ударную волну. Вот Донни Ролевик выбит, а остальные Ведения Космос и Оригинальные выжили. Но ненадолго. Железная Голова выпускает и свои ракеты и добивает Донателл. Ну вот, супер, друзья. Итак, отличнейшая команда. Отличнейший бой. И мы, друзья, идем с вами дальше. Итак, следующая команда от Ани Топчик. Вот, попросила подписчица, чтобы я взял Тигриного Когтя. Давайте-ка возьмем для финального эпизода. Итак, Тигриный Коготь. Вот, Бибоп, Рокстеги, что-то подписчица ошибла. Здесь нет ни Бибопа, ни Рокстеги, Саблезуб и Рокзар. И, друзья, никого из этих героев здесь не участвует. К сожалению, только Тигриный Коготь. Вот, но Тигриный Коготь, я не думаю, друзья, что он справится с этими врагами на помощь. Ему нужно кого-то взять. Итак, к сожалению, Аня, твой состав, вот только Тигриного Коготь, я больше никого я не сумел взять. Остальных героев просто не участвуют в этом испытании. Видите, ограничено число. Вот всего, сколько участвует? Всего 8 героев. Ну что же, тем не менее, давайте-ка хотя бы на помощь Тигриному Коготью я дам Багстера Стокмана. Вот, уже вдвоем они могут выиграть это состязание. Вот, больше, мне кажется, никто ничего не сможет сделать. Вот, и, кстати, на помощь им было бы здорово. Давайте-ка, друзья, я им на помощь еще дам Багстера Муху. Вот, чтобы подлечил в крайнем случае. Итак, вперед. Давайте-ка посмотрим, что из этого получится. Итак, в первая волна, и я сразу же применяю массовую атаку Тигриного Когтя. Вот, враг жив, но ненадолго. Багстер Муха забрасывает химикатом вот очередного робота Крэнгов. Неплохо остался еще один из врагов. Ну, я думаю, достаточно будет и выпустить ракету от Багстера Стокмана. Супер. Ага, друзья, кстати, в этом испытании 5 волн. 5 волн. Вот пытается Тигрин и Кобуга при помощи морозного пистолета выбить одного из Крэнгов. Получается неплохо. Второго забрасывает кислотой Багстер Муха. Тоже как-то не очень удачно. Возможно, Маусер и Багстер Астокман сейчас что-то сделают. Итак, выпускаем, друзья, Маусеров. Взрыв. Ну, и что же, и третья волна сметена. И мы, друзья, переходим ко второй, к четвертой. Нет, прошу прощения, это была вторая волна. Вот третья. Вот третья. Ну, возможно, Тигрин и Коготь справятся. Итак, мощный удар мечеты. Есть один из врагов выбит. Вот смысл пока подлечиваться нету, поэтому атакуем как можем. Слабовато, друзья, слабовато. Возможно, ударная волна Багстера Астокмана что-то сделает. Взрыв есть. Враг повержен. И мы переходим, друзья, к четвертому эпизоду. А здесь уже вот довольно-таки серьезная кампания врагов. Эприл, железная голова. Вот Кейси Джонс и Синегами. Начнем, друзья, с Эприл. Мощный удар. Эприл выживает. Бакстер Муха, давай-ка добивай. Вот не сумел, друзья, не сумел. Ну, Тигрин и Коготь, я уже уверен, точно запинает. А вот теперь, друзья, нам надо держаться. Враги будут атаковать. Хотя Бакстер Стокман пытается выбрать, выбить Синегами. Не получается. Вот и пришла очередь врагов. Синегами атакует Бакстера Муху. Вот серьезно ему досталось. Но, тем не менее, Бакстер Стокман атакует. Вот здорово. Кейси Джонс себе тоже на уме. При помощи электрошокера пытается поджарить Бакстера Стокмана. Не получилось. Вот медитирует. Сплинтер. У врагов появилась дополнительная защита. И это уже, друзья, плохо. Это плохо, но здорово, что есть у нас Тигрин и Коготь. Вот массовая атака лазерами есть. Вот удалось выбить Синегами. Ну, а остальных, друзья, я надеюсь, уже добьет. Вот. Ой-ой-ой. Сколько жизней забрал Донателл. Прошу прощения. Вот враги забрали жизни. Кейси Джонс метнул гранату. Что же, давайте-ка подлечим свой отряд. Здорово все же, что у нас был Бакстер Муха. И есть. Вот подлечивает отряд. Так, пытается что-то сделать железная голова. Тем не менее, Тигрин и Коготь наносят мощный удар. Вот. И Бакстер Стокман его добивает. Вот супер. Ну, что же, друзья, осталось всего двое врагов. Я думаю, сейчас мы совместными ударами их запинаем. Итак, Тигрин и Коготь. Удар Мечеты. Вот Сплинтер выбит. А Бакстер Муха, плюясь с кислотой, добивает уже Кейси Джонса. Супер. Переходим, друзья, к пятой волне. А здесь уже полный сборник Донателл. Итак, оригинальные Дони, Дони Ведения, Дони Ролевой, Дони из мультика и Дони Космический. И, конечно же, я вначале буду выбивать Дони Ролевого. Нельзя позволять, чтобы он лечил отряд. Тот выживает ненадолго. Ракетная атака Бакстера Стокмана и Дони Ролевик выбит. Вот супер. Пытается делать еще что-то Бакстер Муха, но это выглядит очень слабо. Вот теперь, друзья, придется нам держать удар. Итак, удар метеоритом от Дони Космического. Очень неприятный момент. Досталось отряду. Тем не менее, вот атакует Дони из мультика Тигрин и Коготь. Вот часть жизни удалось забрать, но, честно говоря, слабовато. Вот прокачивает враги атаку. А Дони из мультика атакует бомбами. Ничего, попытаемся выбить Дони Ведения. И удар получился слабым. Но здорово, друзья, что у нас обновилась способность Бакстера Стокмана выпускать Маусеру. Что-то это делает. Итак, взрыв, массовый урон. Есть, друзья, двое врагов выбиты. А Тигрин и Коготь уже добивает остальных. Донателл. Отлично, друзья. Итак, хорошая победа. Хороший бой на три звезды. Давайте-ка посмотрим, какую награду мы получаем. Вот. Итак, это Дони космический. Супер. Итак, друзья, на этом сегодня я уже прощаюсь. Всем пока-пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ожидайте новых серий. Пишите в отзывах, комментариях, кого из героев прокачивать в следующем видео. И я буду действовать согласно ваших отзывов и комментариев. А чтобы не пропустить ни одну серию, нажимайте в правом верхнем углу на колокольчик возле кнопки подписка. И к вам будут приходить уведомления о новых видео. Всем пока, друзья. До новых встреч.